Скажите, пожалуйста, как лично на вас повлияло изучение японского языка? Я учу два языка, английский, немецкий. Я замечаю, что, например, кто учат немецкий, они как-то стремятся к строгости, пунктуальности. И как это повлияло японский язык? Вы еще не нащупали, где эта строгость больше всего чувствуется в немецком языке? Я сам немецким не владею как разговорным, но структуру немножко изучал. И у немцев, сразу я отвечаю на ваш вопрос, это, пожалуй, единственный из европейских языков, очень похожий по порядку слов на японский. Почему? Потому что и в японском, и в немецком есть такая маленькая, но очень коварная для нашего брата фишка. Глагол всегда в конце. Это значит, представьте себе вежливую длинную фразу. Я, будучи совершенно очаровым в вашем сегодняшнем настроении. Ну, да, говорит, хай, говорит, не понял. Дальше. Исходя из того, что вы сказали мне вчера. Да, да, что вы хотите сказать? Заходя вчера в электричку, подумал вдруг о том, что неплохо бы... И тут наконец-то он подумал, но еще непонятно о чем. Мы хотя бы имеем дело спрашивать все время, ладно. И не с отрицанием, и не с вопросом. Так, легкая настройка происходит. Что неплохо вам ко мне завтра прийти. Слава Богу, самое главное, вы сказали в этом длинном предложении. Вот что не дает ни с русского на немецкий, ни с русского на японский, и обратно устроить стопроцентно гарантированный синхрон. На всех. То есть русско-японский синхрон – это миф. Вот если вы здесь вот будете сталкиваться, если... А, у нас тут синхронисты, не верьте. Полного синхрона между этими двумя языками и с немецким тоже не бывает. Поэтому на всех конференциях высокого уровня, где очень точно надо и в бизнес, там, бешеные, где микротики, не ошибиться, не дай бог, да, и в политике, где любой нюанс, может там какую-нибудь водушку, извините, какую-нибудь целлюзию там устроить, где очень аккуратно надо быть со словами всех выступающих, неважно, министров, там суперкуберминистров, там президент, неважно, тезисы заранее, пожалуйста, подготовьте и в процессе чтения, ну, выступления, старайтесь с них не вступать. Нюансы мы еще можем регулировать, но если вы начнете что-то неподготовленное, вы просто потеряете, ну, по крайней мере, 30% того, что хотите сказать, потому что вы-то договорите до конца, мы вас дослушаем, и начнем таки вас переводить. Ну, вы-то уже дальше будете говорить, а мы-то еще... Вот это не успевается просто. Вот почему строгость и внимание повышенное нужно, потому что надо поймать глагол сначала, вспомнить все, что ты услышал до сих пор, и уловить еще убегающего, говорящего дальше. Поэтому, когда вы видите, что Япония там по телефону разговаривает, со стороны очень дико первый раз смотрится, так сказать, хай, 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 хай. Но это не то хай, как да, но иногда вот переводится по ситуации как да, 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 в смысле да, я вас слышу, не значит, что я с вами согласен. Я пока еще воспринимаю вашу информацию. Глагол-то давайте, да, да, да. Пока нет глагола. Ну, вот одно из, по крайней мере, наблюдений, в том числе немецких. А у нас-то что это? Подвижащее сказуемое, начало всегда высказывается, а потом уже всякие дополнения, распространения и так далее, но сразу ясно, это вопрос или ответ, там, да или нет, по большому счету. Прошедшее, настоящее, все сразу ясно. А у них нет, надо ждать. Терпение и аккуратность. Ничего не другое. Мне кажется так. Ну, это один из ответов. Сама особенность для индикации структуры? Ну, если психологически, если, так сказать, языковой фактор оставить в сторону, смотря, либо вы оба будете говорить на иностранном языке, то есть, допустим, английское как посредник, да, это бы, вообще, самое лучшее тогда, если не знаешь японского, а вы взаимно не знаете друг друга языков, то лучше всего, конечно, это посредник. То есть, чтобы и он говорил, скажем, на английском, да, и английском. Тогда это создаст ту вот необходимую штуку, которая с японцами очень важна. Японцы, а у них дикая перенаселенность, на самом деле, в Токио на квадратный метр приходится до восьми человек в центре города. То есть, вы вот так ходите, над вами там 50 этажей, и под вами еще там 20 всяких стоянок, вот подземных универмагов и так далее. То есть, постоянно и под вами, и над вами ходит биберсон и туча народа. Ну, это еще не страшно, какая-то самая большая плотность 16 человек в Шенхай. Там человек. Но, в любом случае, у нас все, вот представляете карту, да, у них, фактически, население равное нашему. Ну, у нас вот такие просторы, прошло 5 лет, да, я говорю? А у них вот такое вот, причем на всех этих островочках всего 30% территории пригодны для нормальной жизни земледелия и т.д. То есть, они претестят друг к другу, как я сам говорю. Именно поэтому возникает дикое количество вот этих вот манер, экивоков, как оставить то же самое, с чего мы начали пространство между людьми. То есть, очень важно не давить на человека, вот психологически говорите, о конфортировании, да, с людьми, очень важно не давить на него своим ядом. Оставить тут какой-то, даже в кирками набитом транспорте, по мере силу, если бы 5 сантиметров только не перекасаться, не задеть человека. То есть, вот эта вежливость японская, хотя бы чуть-чуть оставить пространство, чтобы он почувствовал себя естественно. И в словах это очень-очень важно не пережимать. Я помню, когда я был молоденьким совсем еще студентиком, не хватало там этих переводчиков в летнее время в контуристе, и нас брали стажировцы. Ну, предупреждали, что у вас будет переводчик студентик, он говорит там, сто слов выучил пока и так далее, если что, получите его. И добродушные японцы, в любом случае, брали меня под свое крыло. Я ездил в Бухару, в Самарканд, в Среднюю Азию, а они меня по всю дорогу обучали. Вот в четвертой столовой. И так, пожалуйста, у нас в самолете курить нельзя. А я, как мы ищили по учебнику, в нашем самолете курить нельзя! Армейский такой запрет, да? У меня бабок сидит, там гладит чуть ли не по голове и говорит, нет, боже, нельзя говорить нельзя. Он говорит, надо постараться этого не делать. А он сразу поймёт, что нельзя ни в курсе. Жёсткие наезды не приветствуются. Конечно, если это не речь, там, япница какого-нибудь. У них же вот даже, я люблю такой пример приводить, в грамматике даже, у них трёхмерная грамматика языка. Допустим, я всегда подчёркиваю приобщение, кто кого выше или выше находится. Вот я стою, и она сидит. Я говорю, Лен, возьми к себе ручку наверх, пожалуйста. Если я уважаю, я её буду выше себя ставить в языке. Или дай мне, пожалуйста, сюда вниз ручку. Или дай мне, пожалуйста, сюда вниз ручку, а она отвечает. А у меня нету сейчас, вот там, Серёжа сбоку поднесёт. Указание в языке на трёхмерность отношений. А если я сижу хмыть Якуза, исполнение того же Токеси Китана, да? Я всех, как бы, за гробули дал. Я буду так свою Яку и глагол от себя ставить, что все будут ниже. То есть указание даже в грамматике, кто выше, кто ниже. И поэтому это пространство, чтобы это указать, должно тоже присутствовать. Если вы достигнете вот этого танца, что ли, с японцами. Я вас руками не трогаю, но очень уважаюсь. Вот видите, какое уютное место для заполнения нашими отношениями. Пустое я оставляю. Намекаю, но не приказываю. Лучше этого не делать, скажем, да? Или неплохо бы сейчас, а это значит, что я вас приглашаю и пью попить. То есть не называть, что ли, то, с чего мы сегодня начали. Самое главное, намекнуть, но не называть. Вот это высший пилотаж общения сегодня. Они навеки схватывают вот так. Мало того, если на нем, в принципе, интересный, он тебе еще и сам, более, может быть, что-то интересное наверху. То есть вы сыграете с ним, как бы, в некую такую импровизацию, которая еще и обогатит, как говорится, ваш вариант предложенный. То есть они очень любят играть и подыгрывать, если ты выдерживаешь правила игры. Предлагаешь, но не давишь. То есть не давить, вот, наверно, очень важно. Ну, вот в итоге-то все люди, для человека, конечно. Но не будем забывать, что до 7 века подавляющее большинство императоров, императриц императоров Японии, были женщины. И богиня у них на матерасу женщина, да? То есть до 10-12 веков у них, в общем-то, была махриарха. То есть женщины были на ключевых постах, почитались как матери, основа рода и так далее. Но потом возник как-то перебор, что ли, с этим. Я не знаю, как это воспринимать. Потому что целый ряд был один из других скандалов. Особенно это было связано, как я уже говорил, с приходом китайской культуры, материковой культуры, да? Когда монахи, привозившие из Китая новые знания, почему-то три подряд было таких скандалов в течение двух веков. когда монах становился любовником императрицы и подбивал ее в том или иную ситуации захватить трон. Она была женой императора, да? А там этот император умер, а там-то просто, как говорится, может, там непонятно что-то случилось и так далее. Но императрицы стали, одна за другой, совершать какие-то вот такие правительственные ошибки, что, в общем-то, ничего не нравится военным, окружавшим императора. И вот Сёргунад как раз был одним из первых постановлений, что императрицы, а не мог бы быть женой императора, что больше никогда не должны занимать место номер один в государстве. И когда пришел Сёргунад, то Кулгава, в смысле, 500 лет когда япония оградила себя от контакта с окружающим миром, к крестьянам совершенно гнет уже начался. И вот тогда женщина стала выполнять чисто, как бы, оформительскую подчиненную роль в обществе. То есть качели коснули сначала в одно слово, потом в другое. Сегодня у них опять очередной поток, можно сказать, дефеминизации в таком-то смысле. Но еще, по сравнению с даже западным миром, еще редко, чтобы, допустим, женщина была президентом, как пока на свете. Так как у них социалистическая партия много лет управляла, но там тоже была такая, эксклюзивная, дающаяся. В принципе, пока женщины, делающая воля в японском обществе, все-таки прогрессируются большинству трудом. О равноправии, как говорится, равновесии, как говорится. Видите, тут даже вот, смотрите, как, допустим, скроено японское кимоно. Даже вот этот воротничок ныри, да? если его правильно носить кимоно, он говорит, не чок, он вот так. Ведь даже если она пытается держать шею ровно, этот воротничок подсчетит, что она на полу походе находится. Эти самые, гетапи ее, да, тапочки. Они вот так. Японская походка – это носками внутрь. Нас считается некрасиво. Японская – это даже не эротично, непривлекательно, да? Наши вот так ходят, ну или, по крайней мере, ровно, да? А они носками внутрь. Уважительное звание жены – Окусану – та, что сидит в задних комнатах дома истережет сердце нашего, кокрова нашего дома. Не имела обязанность такая – сидеть, не усовываться, только вот подать вид. И тут же опять растворился. Приходят гости. Жена появилась, накрылась им на стол. Ушла. Ушла. Возможно, здесь, может, по-разному объясняется, вряд ли здесь так уж стоит нашими прям категориями судить. Может, они этим и гордятся. Потому что мы еще сохраняем свой род. Сакральное, да? Как вот про юнга мы говорим о семействе. У рода, у семьи есть какие-то вещи, в которых есть свой хранитель. Она знает, как это делать. И современные девочки тоже. Да, и есть кому это доверить, мне, какому уже и мне начинает завидовать. Какая замечательная жена. Понимаете? То есть, здесь нельзя так с плеча рубить прямо нашими какими-то категориями. Может, наоборот, они свое сакральное гораздо более успешно сохраняют. И семьи у них. У них развод считается гораздо более скандальным. Нет. Можно, все. Но определенная часть доверия общества это потеряет. И, скажем, разведенных политиков, управляющих нашим государством, нашим обществом, там, ну, очень редко встречается. Это вообще-то считается человеком, подпросившим свою репутацию. А среди этих человек со своей семьей я не смог справиться. Как я ему свою могу доверить? Если что, подумаем. Больше народу сейчас стало съездить в Японию, да, стажироваться. И вот вы уже увлекаетесь какими-то вещами японскими. Вам не надо объяснять, что такое там, допустим, ну, кимоно, понятно, что такое, футон, там, сёджи, да, какие-то, если с бытом японских связей, вы знаете, что это матрас, да, это, там, раздвижная вот таширма в японском доме, да. Они становятся, как бы, уже полу-русскими, да, суши, допустим. Еще в конце 80-х годов, начале 90-х, если бы я писал, они пошли в ресторан, заказали суши, да. Я бы делал сноску, не суши, это блюдо. Так вот, кому сейчас это надо объяснять? Все это уже русское слово. И то, я когда вижу, что еще, может, кому-то понятно, кому-то непонятно, я стараюсь в переводе, в художественном, особенно, переводе, это достижимо театральными приемами, допустим, ну, «Да оставайся у меня», говорит он, когда я пришел к нему, Костя. «Посидим до поздна, а запасной футон всегда найдется». То есть, даже не зная футон, ну, что в этой ситуации? Ну, матрас предлагает, правильно? Там, койку не важно. Кинуть кости есть всегда куда. И вот, если я правильно поверну фразу, даже незнакомое слово, оно, как бы, должно узнаваться. Вот тоже, кстати, отдельная работа на переводчике. А? Ничего. Нет. Нет. Даже человек, как… И вот, я вот не договорил, кстати, в языковом плане и в психологическом, как общаться с японцами, старайтесь не выпячивать свое «я». у них даже в грамматике, вот, несмотря на то, что шесть там «я» разных есть, «шесть» «вы» разных есть, там, не важно, в большинстве случаев они строят фразу так, видимо, это позволяет глагол, что можно вообще не якать. Кто кому чего сделал, одному глаголу понятно, поэтому он просто гасится. И, нет, якомя, они очень всегда дают… Знаете, это же может быть того, что они знают, на самом деле, какие они и кто они. Они нация вообще во многом, с плеча, конечно, такие определения, часто их американцы любят, так сказать. Это нация муравейник, человейник. То есть, у них один общий мозг на все общество. И действительно, они очень настолько… Вот я, допустим, молоденький еще был когда в Японии, потом перестал и просто понял, потому что это ничего не ведет, и подкалывать тут некого, все равно они где-то чувство юмора нашего не понимают, потому что это уже довольно условное чувство юмора. Вот говорю, ты работаешь, чтобы жить, или живешь, чтобы работать? Он так… На уходу, то есть это на наш язык, и в самом деле. Ни «да», ни «нет». Он молчал, а ты у других спрашивал, и чего они сказали? То есть, он, может быть, я, конечно, свое мнение это и имею, но если… А вдруг оно отличается от всех, и я, получается, какой-то дурак. Он такой, как Россия. Вот это вот стеснение, не быть такими, как все, это, в принципе, считается нехорошо. В этом плане из Европы, мне напоминаю, годик так получилось, провел в Швеции такой. Шведы. Вот почему группа «Абба», как только стала жутко популярной, и стала жить в Швеции, там нельзя выделяться неприлично, быть слишком богатым, слишком знаменитым, слишком выделяться. Будь как все. Вот у японцев это тоже. Так что, вот, нет, они… Нет, не свои, конечно, супчики, как люди, но общее такое, будь как все. Умей общаться… Там, извините, премьер-министр… Это, господи, этот самый… Да, премьер-министр, Абе, бегает в трениках по парку, по утрам. Ему может встретить какой-то интеллектик, там, Танака, из соседнего дома, и сказать ему «Абе-сан, а зачем мы провели такой закон, он ущемляет право тех кто и тех кто?» Абе-сан, ему должен остановиться, ну вот понимаете, да-да-да-да-да, и побежать дальше, нормально. Они нас, русских, понимают? Ну, кто поработал с нами, тот понимает. И считает, что многие плюсы у нас все-таки есть, смотря на наши необыстроенные свои понимания и дали, у нас сохраняются очень многие твоты, потому что их постоянная готовность быть на чеку, и бежать кого-то спасать, восстанавливать разрушенные города, землетрясения, цунами, постоянно, и все надо постоянно быть готовым, что все рухнет, и все надо переделывать с нуля. А она их подготовила к очень армейской жизни, когда нельзя расслабиться. Всегда есть старшие в любом детском садике, школе, спортивной секции, есть старшие и младшие. Дедовщина такая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok